Всем привет! 9 декабря 2021 года мобильный оператор Теледва обновил свою основную линейку тарифов для Москвы и области. В некоторых других регионах России изменения произошли чуть раньше, 1 и 8 декабря. Помимо этого тариф безлимит теперь закрыт для переходов и отправлен в архив без изменения названия. В данном видео рассмотрим основные параметры новых тарифов Теледва, на примере Москвы и области, а также сравнимых с параметрами старых версий тарифов. Мой разговор. Изменения в стиле мобильных операторов. Добавили немного мобильного интернета, 4 гигабайта, и подняли размер абонентской платы аж на 100 рублей. Помню, еще не так давно я хвалил этот тариф, тогда он стоил 200 рублей в месяц. Кстати, сейчас это самый дешевый тариф с абонентской платы от Теледва для смартфонов, за исключением акционного тарифа новогодний, который намного лучше, чем мой разговор и по параметрам и по размеру абонентской платы. Мой онлайн. А вот здесь уже не все так однозначно. Повышение такое же, плюс 100 рублей в месяц, но в процентах оно немного ниже, чем для тарифа мой разговор. К пакету интернета прибавили аж 10 гигабайт, минут стало на 100 меньше, но расходуются они теперь на любые номера России, а не только на местные мобильные номера, как на старой версии. Не сказал бы, что новая версия стала лучше, но и в нечто ужасное она тоже не превратилась. Мой онлайн плюс. Тут ситуация еще интереснее. Пакет мобильного интернета увеличили почти в два раза, с 20 до 35 гигабайт, а размер абонентской платы увеличился всего на 50 рублей в месяц. Если принять то, что тарифы со временем могут немного дорожать, то в данном случае можно даже сказать, что тариф мой онлайн плюс стал лучше. Супер онлайн плюс. Вместо закрытого тарифа везде онлайн теледва запустил новый. Супер онлайн плюс. Несмотря на новое название, тариф отличается не очень сильно. Пакет минут увеличен в два раза, с 500 до 1000. Размер абонентской платы на 200 рублей в месяц, с 500 до 700 рублей. Супер онлайн плюс это идейное продолжение линейки. Чуть больше минут, чуть больше гигабайт и чуть выше абонентская плата, по сравнению с тарифом мой онлайн плюс. Личное мнение. Учитывая уже прошедшие у других операторов изменения, здесь все было относительно ожидаемо. Теледва не уменьшил пакеты интернета, как это сделали некоторые другие операторы. Правда, у теледва они изначально были не очень-то большими. И даже сейчас, при максимальных пакетах в 50 гигабайт у других операторов, теледва предлагает лишь 40 гигабайт. Минимальный тариф линейки стал достаточно дорогим за такие скромные параметры. А новые тарифы с лимитированным интернетом и повышенной абонентской платой я пока не готов рекомендовать психологически. Ну и пока действует акция с подключением тарифа новогодний, советую рассмотреть этот вариант. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, как вам изменения на тарифах Теледва в ваших регионах.